В настоящее время существует огромное количество динамично развивающихся компаний, работающих в сфере оказания финансовых услуг. К ним относятся банки, кредитные организации, страховые организации, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и так далее. Поэтому мы ежедневно становимся потребителями финансовых услуг. Мы страхуем свое имущество, берем кредит в банках, осуществляем денежные переводы, производим денежные вклады и так далее. При этом масштабности предоставляемых гражданам финансовых услуг соответствует массовость и системность нарушений прав потребителей. И сегодня тема нашей передачи про деньги – защита прав потребителей финансовых услуг. У нас в гостях Яркова Евгения Виталевна, главный специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, Здравствуйте, Евгения Витальевна. Добрый день. Сегодня мы поговорим о защите прав потребителей. И начнем, наверное, с приятного такого момента, что 11 ноября объявлен как Всемирный день шопинга. И многие магазины и маркетплейсы проводят к этому празднику акции и распродажи, которые длятся довольно длительный и продолжительный период. Ну и впереди у нас празднование Нового года, все ринутся покупать подарки в интернет. И давайте расскажем нашим телезрителям о некоторых правах потребителей, связанных с дистанционной торговлей товаров. Ну, главной отличительной чертой дистанционной торговли является то, что у потребителя нет непосредственной возможности ознакомиться с самим товаром, либо его образцом, да. То есть ознакомление происходит через какие-то коммуникативные средства, допустим, телевидение, да, вот телемагазины бывают. Сейчас очень популярны вот маркетплейсы. То есть просто визуально, да, ознакомиться с товаром, либо его описанием. Ну, описание, конечно же, обязательно должно быть тоже. Вот. Это какие-то определенные требования наличия описания? Ну, обязательная информация у нас является наличием информации, полной достоверной информации о продавце, его полное фирменное наименование, адрес, по которому может потребитель к нему обратиться с претензией, допустим, да. То есть, допустим, ООО. Если индивидуально предприниматель. Да, если индивидуально предприниматель, тоже все, ИНН, все должно быть. Местонахождение, как я уже сказала, режим работы. Обязательно должен указан? Это обязательно должен быть указан, да. А если не указан? Ну, если не указан, то мы рекомендуем не заказывать с таких сайтов, потому что в случае чего вы даже не найдете, куда обратиться, да. Ну, и, скорее всего, это какой-то ненадежный сайт. Ну, фейковые сайты, да. Если он, ну, по возможности лучше выбирать уже проверенные сайты, проверенные магазины, чтобы не попасться там к мошенникам. А можно как-то проверить юрлицо или индивидуального предпринимателя? Как это можно сделать? Ну, легально он работает, действительно, может, он когда-то открыл свою фирму, допустим, да, и потом закрыл. Ну, у нас в свободном доступе есть информация про индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, то есть по номеру, который там указан, вы можете вбить в системе, да, и найти, вот, действительно, осуществляет он на данный момент свою деятельность, либо нет. Ну, это и ненен, да, он вводит туда просто и по и ненен. Ну, замечательно. И, а чем отличается, вот, ну, кроме того, что в дистанционной торговле мы не можем потрогать, а еще чем отличается дистанционная торговля? Ну, допустим, сроки возврата товара, да, если у нас товар надлежащего качества, мы можем отказаться от него в любой период, до того момента, как мы его получили. После получения товара уже у нас есть срок 7 дней. Но при этом, если продавец не довел информацию до потребителя о сроках этого возврата, да, у него имеется срок 3 месяца. То есть потребителю должна быть предоставлена тоже эта информация в письменном виде, на сайте, либо в момент доставки, да, вот, вкладыша, да, письменная, у него должна быть эта информация обязательно. То есть если продавец уведомил своего покупателя о том, что вот в течение 7 дней, 5 дней вы можете вернуть товар, тогда вот только 7, а если не уведомил, тогда 3 месяца может, в течение 3 месяцев. И следует отметить, что договор купли-продажи уже является заключенным с момента предоставления потребителю товарного чека, либо кассового чека, либо же с момента уже, когда потребитель выявил, ну, заявил свое намерение приобрести этот товар, после этого момента уже продавец не вправе менять ни цену товара, ни условия его приобретения. То есть бывает, что вот у нас акция по такой-то цене, потребитель, да, заключил уже договор, оплатил, а потом ему говорят, вот, допустим, вам нужно доплатить, потому что эта акция у нас там закончилась. Но если она закончилась, они в тот момент уже должны были уведомить, то есть доставить достоверную информацию потребителю. Еще бывает такое, что заказываешь, а потом они отправляют уведомление, что данного товара не оказалось на складе. Да, вот это тоже является, ну, неправомерным, потому что на момент заключения уже это все должно оговориться. То есть тут продавец уже жестко в рамках условий договора должен предоставить услугу своему покупателю. Да, возможно, может, сроки чуть сместятся, но обязательства он должен выполнить. А все ли товары можно продавать дистанционно? Или есть какие-то ограничения? Нет, есть перечень товаров, которые не должны продаваться дистанционным способом. К таким товарам у нас относятся алкогольная продукция, табачная, никотинсодержащая продукция, потому что по законам определенным у них запрещена свободная реализация. То есть, ну, допустим, с определенного возраста, да, дается. Только с лицензией. Да, и за экраном кто сидит, мы не знаем. Ну да, конечно. Конечно, ну, это очень хорошо, что вот такие товары, они запрещены продажей дистанционно. Потому что, ну, так, очень большие, большое количество участников в сети, да, интернет, это, конечно же, подростки. Сейчас интернет очень помолодел. И дети, часто слышу, что дети активно используют маркетплейсы, то есть они сами себе заказывают. То есть такое практикуется даже в некоторых семьях, что родители доверяют своим детям заказывать себе, например, какие-то предметы, быта, одежду, гаджеты. Да, он сам выбирает и спокойно вот, ну, здорово, что Роспотребнадзор работает в этом направлении, то есть вводит ограничения, да. Ну, защищаете, как можете защищать его лучше. Хорошо. Может случиться так, что заказчик физически не может забрать свой заказ и может ли вместо него получить его заказ другой человек? Да, такое возможно. Если у потребителя самого нет возможности, за него может получить другое лицо, которое предъявит номер заказа, ну, либо, нет, паспорт, там, предъявление паспорта не обязательно, да. То есть должен быть номер заказа, либо иной документ, который подтверждает то, что был заключен договор, да, что была оплата. А таких требований, чтобы предъявлять паспорт, таких нет. Ну, и, конечно же, поговорим давайте о правилах. Существуют ли какие-либо определенные правила по возврату товаров? Потому что очень часто слышим, сейчас, тем более, перед Новым годом, и уже в период вот акции, которая сейчас действует, да, скидочная акция, скидочная компания на многих маркетплейсах, уже поставщики начали включать платную доставку. То есть иногда товар стоит дешевле, чем доставка. И это же на самом деле, ну, так, не очень приятный такой сюрприз. Ну, да, такой неприятный момент. Ну, допустим, к нам бывают, поступают жалобы, что продавец требует оплату за обратную доставку товара в случае отказа. Такое требование, ну, является законным, потому что если товар надлежащего качества, то за расходы потребитель должен возместить. Вот расходы, которые продавец потратил на доставку до потребителя. А если не надлежащего? Если не надлежащего качества, то потребитель не обязан оплачивать. Ну, нет такой обязанности. А нужна какая-то экспертиза, например, вот экспертиза Роспотребнадзора? Экспертиза у нас проводится товароведческая, но мы с Роспотребнадзор сами такие экспертизы не проводим. Но если возникнет спор, если продавец, допустим, отказывается возвращать деньги, принимать товар, допустим, он утверждает, что качественный, а потребитель уверен, что вот не соответствует, да. В таком случае он должен написать претензию обязательно на имя продавца. Срок ответа на претензию у нас 10 дней. После этого срока уже начинается, насчитывается неустойка за неисполнение требований. Неустойка выплачивается потребителю на полпроцента за оплаченный товар, но не более стоимости самого отказа. То есть если продавец отказывается, вот мы не думаем, что вот мне отказали, все, ладно, да, мы уже, у нас уже есть право обратиться в судебные органы. То есть это вот спорный момент, вот так вот решается, и там уже экспертизы, проверки качества, они вот в таком порядке все проводятся. А если вдруг, например, происходит такое, что продавец отправил качественный товар, а вот служба, ну, либо экспресс-доставки, либо курьерская служба, да, по дороге его либо разбила, либо сломала, либо что-то сделала с упаковкой, может, неправильное, ну, как-то хранение, там, и так далее, да? Ну, вот эти моменты уже продавец сам решает с компанией, которая доставляет, да, вот транспортной компанией. Факт в том, что потребитель в конечном итоге, он должен получить товар качественный, вот, чтобы весь товарный вид у него был сохранен, в том числе упаковка, чтобы была целостной, да, и дальше, если продавец сам понес какие-то убытки в момент доставки, эти вопросы он уже решает сам непосредственно с службой доставки, да. А часто ли обращаются вот наши потребители, именно те, кто проживают на территории республики, с жалобами на вот некачественные товары или, например, на какой-нибудь, ну, с какими вообще жалобами обращаются? Ну, да, на... Сейчас достаточно популярный способ приобретения товаров, все заказывают, и жалоб достаточно, я не скажу, что нервам мало, да, но, ну, при поступлении жалобы этот вопрос обычно решается. То есть, допустим... А есть ли какие-то категории товаров, на которых большее количество жалоб происходит, может, там, посуда или еще что-то, ну, вот, от чего люди часто всего, вот, ну, разочаровываются? От каких товаров? Есть такая статистика? Ну, наверное, одежда, вот, что такое, да, то, что размер не подходит, наверное, да? Не соответствует описанию. Допустим, на фото вот смотрится очень красиво, а при получении, ну, как сказать, ожидания реальность, да, бывает такое. Вот в этом основной такой минус, да, на традиционной торговле, интернет-торговле, что ты видишь только картинку. Да. А как еще можно вот выбрать правильный, сделать правильный выбор, чтобы не ошибиться? Вот есть какие-нибудь рекомендации? Отзывы, может, там, какие-то почитать? Ну, да, можно ознакомиться с отзывами, то есть там иногда фотографии даже прилагают, да, вот, что вот получишь, что изображено на каталоге, и что в итоге потребитель получил. Допустим, можно изучить, сравнить, потому что цены, допустим, разные бывают на одни и те же товары, да, продавец же вправе устанавливать любую цену. Ну, да. Да, и можно сравнить фотографии, действительно, может, там что-то подретушировано. Ну, так вот просто наглядно изучить. Ну, если мы не видим товар, мы все равно, как бы, у нас нет никакой гарантии. Ну, да, согласна. Согласна. Вот смотрите, допустим, Банк России, он ведет реестр недобросовестных финансовых организаций, да, то есть там можно зайти на сайт, вбить название организации, либо номер лицензии и проверить вообще, какую рейтинг у этой финансовой организации, как они работают со своими клиентами, добросовестные, они недобросовестные, есть какие-то риски там и так далее. А вот у Роспотребнадзора есть ли такой реестр недобросовестных поставщиков? Нет, у нас такого реестра нет, к сожалению. Не ведете, да, такого? Нет, не ведем. То есть здесь, получается, все зависит от человека. Ну, желательно, вы рекомендуете все-таки нашим телезрителям обращаться в Роспотребнадзор в случае нарушения их? Да, конечно, обязательно нужно обращаться к нам с жалобой, либо на сайте Роспотребнадзор, 14 липо же, могут подойти к нам на Юнского 9, там уже оставить. Это в городе Якутске. А в муниципалитетах у вас есть, например, правила? Да, у нас есть территориальные органы, представительство управления. Ну, если даже оставить жалобу на нашем сайте, то у нас все равно к нам поступают и перенаправляются в территориальные органы. И в течение 10 дней человек может получить ответ на свой вопрос? Нет, а срок ответа у нас по законодательству составляет до 30 дней. Ну, иногда 30 дней, иногда 10 дней. Посмотря от загруженности специалиста, как бы, ну, максимум 30 дней срок рассмотрения жалобы. Ну, и в пользу, все равно же в пользу клиента. Вот есть же, не зря же существует такое понятие или поговорка, это уже, да, что клиент всегда прав. Вот всегда ли это работает, вот в случае потребителей? Ну, клиент не всегда прав. Допустим, есть товары, которые не подлежат возврату, да, даже если они... Ненадлежащего качества, да? А нет, ненадлежащего все подлежат. Ну, есть товары, которые имеют индивидуально определенные свойства, допустим, футболка с какой-то надписью, там, часы с гравировкой, то есть этот товар уже не подлежит дальнейшей реализации, да, выполнил на заказ, и если он выполнен качественно, он уже не вправе отказаться от этого товара. Также у нас есть перечень товаров, которые тоже не подлежат возврату. Это у нас технически сложные товары. Это какие? Допустим, холодильники, там, компьютеры, какие-то бытовые устройства, которые... Телевизоры, наверное, да? Телевизоры, да. Часто вижу. Телефоны тоже, если он надлежащего качества, конечно же, да. Неужели люди не боятся вот получить... Нижнее белье, чулочные, сочные изделия, то есть вот такие вот товары у нас не подлежат возврату. Вот я тоже удивляюсь, вот я часто посещаю пункты выдачи, там стоят действительно телевизоры, жидкокристаллические, смарт-телевизоры, да, сейчас по-новому это все называется. Ну, неужели люди настолько доверяют вот службам доставки, как не боятся заказывать? Ну, интересно. Ну да, есть такое. Интересно, да. Ну, с шоппингом мы более-менее разобрались. Теперь давайте расскажем нашим телезрителям о защите прав в сфере финансовых услуг. Здесь тоже очень много вопросов, достаточно сложная тема, потому что часто мы ведь постоянно сталкиваемся, каждый день мы сталкиваемся с финансовыми услугами. У нас есть вообще постоянный ряд вопросов, которые возникают постоянно, когда мы проводим свои мероприятия по финансовой грамотности, да. И, к примеру, вот вопросы страхования жизни и здоровья при заключении кредитного договора. Вот здесь всегда вызывается какой-то спорный момент. Ну да, бывают такие случаи, когда страховка жизни и здоровья навязывается потребителю, то есть у него нет свободного выбора, допустим, в компании. Он вправе выбирать любую страховую организацию, условия, которые ему подходят. Бывает, что даже автоматически галочка стоит страхование, там, жизнь и здоровье. Это является ущемлением прав потребителя, то есть в таком случае нужно обратиться к нам. Это является неправомерным. У нас приобретение одной услуги не должно подразумевать дополнительную услугу обязательно, чтобы она была обязательно у него включена. Это страховая услуга, она уже как бы идет отдельно. Да, даже отдельно финансовая услуга. Да, поэтому при заключении договоров обязательно, конечно, обращайте на это внимание, что бывает, что даже автоматом стоит галочка, ну, бывают же типовые договоры, и вот человек торопится, не читает, а потом уже, да, вот оказывается, вот так вот. Ну, а если... А условия ему не подходят, не нравятся. А. В таком, кстати, да, вот в таком случае у нас есть так называемый период охлаждения. Вот, я в нем хотела прислечься. В течение 14 календарных дней потребитель может отказаться от данной... Навязанной страховки именно, да? От данной услуги, да. Ну, даже не навязанной, допустим, вот он просто передумал, решил отказаться, да. Сначала согласился, но там через 7 дней передумал. То есть у него есть на это полное право, и в таком случае страховая премия должна ему возвращаться в полном объеме. То есть право на отказ от возврата вот от страховой премии нет. Человек имеет в любом случае. Ну, хорошо. И, а еще какие права нарушаются граждан вот именно в сфере финансовых услуг? Поступают ли какие-то жалобы от клиентов, например, микрофинансовых организаций, банков в Роспотребнадзор? Бывают такие? Ну, вот в основном, да, вот такие вот жалобы, которые ущемляют, да, включение. Бывает даже, что в договоре указано, что банк имеет право на одностороннее изменение условий кредитования. А это неверно? Да, это является неправомерным также. Это условие является ущемляющим права потребителя и, соответственно, является недействительным. То есть в таком случае обязательно нужно обратиться к нам, либо, ну, также в Центральный банк Российской Федерации. А есть ли какие-то рекомендации вот по оформлению жалобы? Как она должна быть оформлена? Вот что туда нужно приложить человеку, чтобы, например, если это кредитный договор, то это копия? Да, обязательно копию договора, копию претензий, чтобы вы уже обращались в банк. А, то есть надо сначала сходить? Сначала у нас претензионный порядок, где нужно обратиться в банк, в первую очередь, да, с претензией, то, что вот такие вот условия. Ну, там, наверное, подождать какой-то период надо, нет? Срок ответа у нас до 10 дней. Нет, а в банке вот, если вот человек приходит, сначала претензию подает в банк, что я вот не согласен с тем-то, с тем-то, прошу поменять условия договора, ну, допустим, да, или убрать этот пункт договора, с которым я не согласен. А банк ему не отвечает, допустим. Сколько вот он может ждать? Ну, 10 дней. 10? Да, если уже после этого срока он не получил ответа, то он уже может обратиться в компетентные органы. Также у нас есть финансовый полномоченный, который осуществляет досудебное урегулирование вот таких вот спорных ситуаций. Интересно, расскажите подробнее. Ну, это должность была создана специально для того, ну, для помощи потребителям в сфере финансовых услуг, то есть финансовые организации, вот страховые, да, кроме тех, которые осуществляют именно только медицинскую. Микрофинансовые организации у нас, потребительские кооперативы, кредитные организации, то есть вот эти организации, они обязаны взаимодействовать с финансовым полномоченным. И до обращения в суд, вот это обращение к финансовому полномоченному тоже в большинстве случаев оно обязательно. То есть, когда мы в суд обращаемся сразу без финансового полномоченного, бывает, что вот отказа идите к финансовому полномоченному, там уже решайте вот эту ситуацию. Ну, он такой, выполняет роль медиатора, что ли, ну, как посредника между решением... Ну, грубо говоря, получается так, да, то есть можете даже обратиться онлайн, то есть есть сайт финансового полномоченного, он является, эта должность является независимой от никаких государственных органов, никаких организаций банковских. Ну, как отдельно. Да, как отдельно. Вот. Обязательно нужно приложить все необходимые документы, копию претензий, которые вы направляли в страховую организацию, также копию ответа, если она у вас имеется. И вот по этим документам уже... Он будет отрабатывать, да? Хорошо. И я думаю, что телезрителям будет полезна эта информация, что все-таки есть, кроме как Института по правам человека, да, защиты прав человека, и мы вот слушали еще об Институте защиты прав предпринимателей, да, есть еще финансовая полномочия, то есть, ну, защита прав потребителей финансовых услуг, получается, да. А у нас, вот, ну, все имеют же региональные отделения, у нас в республике есть финансовая полномочия, или он только вот где-то на Дальнем Востоке, прям, как Банк России во Владивостоке, да, в Главное управление, значит, он там находится, или... Да, у нас здесь нет... В республике нет, да? В республике представительства нет. Значит, получается... Ну, обращение идет онлайн. Все копии приложений, как бы... Ну, так же, как централизовано получается, потом направляются уже региональному... Нет, это уже там решается, как бы, спорный момент. И еще один вопрос, который очень волнует всех, да, нередки случаи, когда банкам осуществляется взыскание неустойки за досрочное погашение кредита. Насколько это правомерно вообще? Взыскание неустойки за досрочное погашение кредита у нас является неправомерным, потому что досрочное погашение кредита не является неисполнением, либо ненадлежащим исполнением кредитного... Ну, своих обязательств, да? То есть это у нас закреплено в статье 315 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть заемщик имеет право срочно погасить задолженность, закрыть кредитный договор, допустим, да? Да. И за это никакие штрафы, никакие дополнительные проценты, пение и так далее, ничего банк не должен брать. Если, соответственно, если эти условия нарушены, если банк все-таки начислил какую-то неустойку, то человеку нужно обратиться к вам? Ну, лучше обратиться в Центральный банк Российской Федерации, да, либо уже... А какие еще вот надзоры? Можно и к нам. И к нам, и туда. Ну, в принципе, да, потому что на сайте Банка России, допустим, финансовая культура, Роспотребнадзор указан как один из государственных органов власти, который тоже включен в перечень, например, в том случае, если нарушаются права потребителей в общем. Ну, и потребители финансовых узлук в том числе. Я знаю, что вы очень часто проводите мероприятия по финансовой безопасности, цифровой грамотности. Вот в этом направлении какая работа ведется Роспотребнадзором с населением? Как это информационная? У вас есть какие-то материалы? Где эти материалы можно получить? Эти материалы можно у нас найти на портале защиты прав потребителей. У нас есть специальный такой портал, где вы найдете информацию не только по финансовым услугам, но вообще по всем, да? Купля-продажа, услуги, то есть даже шаблоны претензий у нас тоже имеются. Если у вас какие-то трудности с написанием претензий имеются, там у нас есть и шаблон, который вы можете скачать, и туда уже все. Ну и мы, наверное, рекомендуем не только телезрителям, физическим лицам заходить на этот портал, но и предпринимателям, поставщикам услуг. Почаще заходить на портал и проверять информацию, изучать эту информацию, чтобы в дальнейшем оказывать качественные услуги, не нарушать права своих клиентов и потребителей, в том числе и финансовых услуг. Да, вот на нашем сайте даже есть реестр обязательных требований, которые по пунктам все расписано. Именно по какому федеральному закону, либо по постановлению правительства имеются требования к определенным договорам. То есть прямо часть какая, статья какая, все расписано, можете даже там изучить. То есть человек, если вдруг захочет открыть, ну не знаю, условный интернет-магазин, он может зайти на портал Роспотребнадзора, зайти в эту вкладку, посмотреть, какие он должен будет предоставлять документы своим клиентам и так далее, какие требования к описаниям товара, к сайту, к информационным вот этим вот всем моментам. Да, вся информация у нас имеется в свободном доступе, у нас на сайте как бы все понятно, ничего там даже особо искать ничего не надо, уже на первой странице есть. Отлично, пользуйтесь. Ну мы продолжим, потому что все-таки каждого гостя, эксперта, тем более я прошу дать какие-то практические советы нашим телезрителям. Вот какие практические советы вы дадите? Ну, конечно же, следует внимательно, очень внимательно изучать каждый договор, сравнивать условия, допустим, у нас же очень много кредитных организаций, страховых организаций, то есть условия у всех разные, и следует выбрать наиболее выгодную для себя и уже принять взвешенные решения. Также не стесняйтесь задавать вопросы, бывает, что мы стесняемся, а вот подумают, что там я ничего не знаю, я не понимаю, ну не следует этого бояться, даже вот если вы думаете, что это глупый вопрос, все равно спрашивайте, а работники вам обязаны предоставить информацию, которая вам необходима, да, для заключения договора. Также сохраняйте обязательно договор и вот копии, документы, которые подтверждают оплату вот этих услуг, и в конце обязательно нужно получить справку у банки о том, что вот вы уже выполнили все свои обязательства, чтобы, не дай бог, там у вас через год-два бывает, что вот досчитывается там штрафы, пений, да, неустойка, то есть, возможно, там долг остался, там 2 рубля, а там уже набежала, то есть такая большая сумма. Ну, часто такое происходит. Да, да, такое бывает. А человек вроде оплатил, забыл, все, а потом ему через два года приходит, вот так вот, тоже, конечно, неприятная ситуация, поэтому обязательно все подтверждающие документы храните, требуйте, чтобы вам предоставили эту справку, и в случае чего, чтобы у вас была возможность представить. Ну, а как быть вот с тем, что часто слышу жалобы о том, что чеки, кассовые чеки именно, да, они просто обесцвечиваются, то есть они хранятся где-то, ну, даже в закрытой папочке, допустим, да, они хранятся, ну, может, год-полтора-два от силы, а потом через некоторое время там просто краска исчезает, и это просто белые листья. Ну, можно сделать копию, серокопию, чтобы сохраниться. Это будет правомерно, ну, она будет такой же силой. Да, да, и даже фотографии, ну, то есть это все равно подтверждает о том, что вот такого-то числа, или уже по этому номеру операции, даже операции можно даже узнать, было ли действительно, да. То есть информация, носитель информации все равно имеется. То есть с этой информацией мы уже можем... А если вернуться, например, к традиционной торговле? Вот иногда, ну, человек уставший все равно, согласитесь, что после работы человек уставший идет в магазин, приобретают некий товар, естественно, чеки за его ежедневные покупки, редко кто берет кассовые чеки, ну, вот, ну, оплата была произведена либо наличными, либо в этот. Вот если наличными оплата была произведена и не осталось чека, как вот человеку, например, вернуть некачественный товар? Если чек отсутствует, это не является основанием для отказа в возврате денежных средств. То есть потребитель может сослаться на свидетельские показания либо на какие-то другие подтверждающие документы, допустим, фирменная упаковка, какой-то гарантийный талон иногда бывает, да, вот то, что именно вот в этом магазине был приобретен товар. А маркировка, вот, она как-то помогает в этом плане? А, допустим, у нас есть обязательная цифровая маркировка на обувные товары, да, допустим, по специальному коду DataMatrix мы можем посмотреть, когда уже товар выбыл из оборота, откуда, с какого магазина, кто является последним продавцом. Это все у нас указано, и поэтому рекомендуем даже вот сохранять упаковки хотя бы, да, коробки. И вот этот код, он является очень информативным, даже без чека можно понять, вот, что я именно в этом магазине приобрела, допустим, вот эти туфли. Ну, и с молочкой же также, я просто часто вижу, что... Да, молочная продукция у нас, на упакованную воду также у нас. Вода тоже? Да, лекарственные фотоаппараты, лампы вспышки. Вот скоро у нас обязательным уже будет даже вот на пиво, вот эти все, ну, слабоалкогольные напитки, да, на лекарства у нас тоже обязательно. Так, вот, товар легкой промышленности сейчас, вот, допустим, сезон шуб, да, у нас. Если шуба из натурального меха, там тоже обязательно должна быть цифровая маркировка. При приобретении данного товара тоже обращайте внимание. То есть, если там нет такой маркировки, соответственно, продавец недобросовестный... Скорее всего, приобрел этот товар нелегально, получается? Да, ну, получается так, что он не следует законам Российской Федерации. Да, возможно, даже это подделка. Еще хуже, может, оказаться. Да, вот, такие деньги оплатите за... Да. Потому что сейчас все очень качественно могут подделывать, поэтому, чтобы быть уверенным, обязательно обращайте на это внимание. Благодарю вас, Евгения Витальевна. Надеюсь, что мы продолжим говорить на эту тему в наших новых выпусках. Нашим телезрителям будет очень полезно знать о том, как защитить свои права. Да, вам спасибо большое за приглашение. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Ваши права первым делом обратитесь в саму организацию. Найдите на сайте компании официальный электронный или почтовый адрес и отправьте на него претензию. У некоторых организаций на сайтах и в мобильных приложениях есть специальные формы для обращений. Можно воспользоваться ими. Еще один вариант. Прийти в офис компании и подать жалобу лично. В таком случае нужно составить претензию в двух экземплярах. Попросить сотрудника организации проставить на одном из них отметку о приеме заявления и оставить его себе. Иногда жалобы в саму организацию бывает достаточно, чтобы решить вашу проблему. К примеру, когда дело в случайной ошибке или недобросовестности отдельного сотрудника. Но даже если ситуация сложнее и вы не надеетесь уладить ее напрямую, не пропускайте этот этап. Ведь пока вы ждете ответа, есть смысл сразу же обратиться в государственные инстанции. Права клиентов финансовых организаций защищают. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей или Роспотребнадзор. Банк России, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба судебных приставов и другие ведомства. А теперь рассмотрим, куда можно обратиться, если финансовая организация трубит везде о выгодных условиях, а по факту человек их не получает, значит, она нарушает закон о рекламе. За соблюдением этого закона следит Федеральная антимонопольная служба. Туда и нужно жаловаться. Если вас донимают звонками и смс, возможно, финансовая организация допустила утечку ваших личных сведений или шлет рекламу, хотя вы не давали своего согласия. Она нарушает закон о персональных данных. В таких случаях нужно обращаться в Роскомнадзор. Если вам навязали лишние услуги или продали не то, что нужно, по закону о защите прав потребителей, любая компания обязана предоставить клиенту полную достоверную информацию о своих продуктах и услугах, чтобы человек мог сделать правильный выбор. И если вам навязали ненужные сервисы и отказываются свернуть ваши деньги или требуют комиссию за услуги, которые должны оказывать бесплатно, вы вправе жаловаться в Роспотребнадзор. Если коллекторы нарушают ваши права и звонят вам после 22 часов, вам необходимо обратиться в службу судебных приставов. Не допускайте нарушения ваших прав в качестве потребителей финансовых услуг. Тщательно изучайте условия договоров и повышайте уровень финансовой грамотности вместе с нами. Это была передача про деньги. До новых встреч!